Фильм о Лидии Литвяк В сценарии есть сцена, в которой Лидия Литвяк в кабине своего Яка готовит самолет к вылету. Я подумал, что эта сцена отлично подойдет для тизера. Если толково подойти к делу, это можно сделать очень ярко и сравнительно несложно. Для этой задачи нужно только найти комплектный самолет. Лидия Литвяк летала на самолетах Як-1 и Як-1Б. Так вот, оказалось, что этих истребителей в мире почти не осталось. Во всяком случае, мы в результате наших поисков сумели обнаружить всего два. Один самолет младшего лейтенанта Демидова, который подняли с одного озера несколько лет назад. Сейчас он хранится в коллекции музея Вадима Задорожного. Этот самолет пока не восстановлен. И хотя сам по себе он является редчайшим экспонатом, как реквизит он совершенно бесполезен. Второй Як-1Б гвардии майора Еремина, который стоит в музее воинской славы в городе Саратов. Этот самолет несколько лет назад был отреставрирован, и, как нам показалось, вполне мог бы нам подойти. И мы решили предпринять экспедицию в Саратов. Поехали я, Ким и Артем. Этот Як уцелел, потому что был связан с очень примечательной историей. В 1942 году колхозник Ферапонт Головатый решил купить на накопленные средства боевой истребитель и подарить его какому-нибудь отважному советскому летчику. Этим летчиком оказался командир 31-го гвардейского истребительного авиаполка гвардии майор Борис Еремин. Этот самолет не был сбит, и после того, как выработал свой ресурс, вероятно, хранился как реликвия где-то на одном из аэродромов дивизии. После войны минной самолет не рискнули утилизировать, он был передан Саратовскому заводу, где простоял, вероятно, долгие годы. Ну, во-первых, реставрация, которой этот самолет был подвергнут, сделала его очень малопохожим на боевой истребитель. Снаружи он покрашен в очень ядерные цвета, на самом деле далекие от цветов боевого камуфляжа. И внутри тоже, если честно, выглядит странно, потому что реставрация лишила его фактуры боевой техники, а как самолет, который только что сошел с конвейера, он тоже не выглядит. Но это еще полбеды. На самом деле, снимать нам этот самолет попросту не разрешили. Связано это с тем, что стоит экспонат в Музее воинской славы, а принадлежит Кровеческому музею города Саратов. Таким образом, один музей не может ничего решать, а второй музей просто не разрешает. Но при таком раскладе стало понятно, что самолеты для фильма придется строить. А раз уж это все равно нужно делать, начинать, вероятно, нужно прямо сейчас. Для тизера нам нужен интерьер кабины и крупный план снаружи. Значит, надо построить кабину. Тут, конечно, стало понятно, что идея изящная и недорого снять тизер превращается в большую творческую инженерную задачу, требующую большого количества времени, человеческих ресурсов, да и попросту денег. Здесь мне кажется важным сказать, что в дальнейшем для фильма нам потребуется не одна кабина, а несколько самолетов. И не просто с интерьерами, а с элементами внутренних конструкций. Потому что в фильме, например, есть сцены, где мы показываем работу механиков и оружейников. Все это потребует большого труда, большого количества людей, которые, будем честными, надо оплачивать. Таких задач впереди будет очень много. Вот поэтому мы и собираем деньги. Ссылка на сайт для идет сбор средств есть внизу. Если вы можете считать важным нам помогать, такая возможность есть. Но вернемся к кабине. Артем выразил желание взяться за этот проект и привлек к нему своих друзей. Ребят с прямыми руками, сведущих в авиации с большим энтузиазмом. Эта работа оказалась очень объемной и заняла несколько месяцев. Вначале ребята провели большую исследовательскую работу, в результате которой нашли соответствующие чертежи и спецификации. Затем закупили материал, сняли мастерскую и работа пошла. Мы решили, что кабина должна делаться так, как делался настоящий Як. Именно из тех же материалов. То есть это деревянные бруски, стальные трубы, листовое железо и фанера. Стрелки всех приборов должны двигаться, лампочки зажигаться, кнопки нажиматься. Часть навигационных приборов удалось найти и купить. А те, что найти не удалось, ребятам пришлось изготовить собственными руками. В середине июня кабина была готова. И в скором времени мы смогли отвезти ее в павильон Ленфильма. А мы будем выправлять? И это мы будем вниз лететь, поэтому надо выдавливать до конца. Как ты сейчас дуны сделала? Примерно с таким же начатой. Нет, можно просто она правда. Ты можешь есть. Смотри, ты можешь... Чуть-чуть не уступить не себя сделала. Жестко ехать. Смотрите, похоже там на посвет. Перегрузка помимо отрицательной, положительной перегрузки, когда тебя назад тащат. Есть еще отрицательная перегрузка, когда тебя вперед. Но это была лишь небольшая часть задачи, которую нам предстояло решить. О том, что было дальше, расскажу в следующий раз. Продолжение следует...